Здравствуйте, с вами доктор Усанов. Сегодня я хочу остановиться на теме, которая очень много вызывает споров. Что первично? Повышение холестерина в крови и потом повышение давления. Или наоборот, повышение давления и соответственно повышение уровня холестерина в крови. Эту тему я уже затрагивал, но я хочу остановиться именно в определенном ракурсе. Предположим, что человек кушает много жира, много-много-много, и он попадает в организм. Что происходит? То есть холестерин регулируется печенью, и если его мало, печень синтезирует. Если его много, печень не синтезирует. Возникает вопрос, на основании чего печень вдруг ни с того ни с сего синтезирует больше? Ну, кушает человек больше жира или кушает меньше жира? Есть определенный гомеостаз, с которым поддерживается среднестатистический непонятно. То есть вдруг ни с того ни с сего печень неправильно работает. Человек ограничивает количество жира, но холестерин почему-то увеличивается. Получается, связана пища и повышение холестерина в крови или не связано. То есть вопросы есть, ответов нет. Теперь, если рассмотреть с другой стороны, тут немножко более понятно становится. Предположим, что на единицу крови количество холестерина должно быть 4. Это условные цифры. Если человек понервничал, у него сжались сосуды. То есть есть места, в которых происходит завихрение, и холестерин этот является очень липким, он налипает на стены. Получается, что крови холестерина становится резко меньше. Печень, как нормальный ответственный регулятор, начинает добавлять до нормальных цифр. И опять в крови нормальные цифры. Но как только человек принял таблетку, которая уменьшает давление, то есть расслабляется стенка сосуда, холестерин начинает потихонечку растворяться. Таким образом, холестерина становится больше. Получается, что это объясняет, почему даже человек кушает жир, не кушает жир, у него холестерин повышается. То есть первично не еда, которую человек кушает, а первично сигнал, который идет с мозга. Таким образом, для того, чтобы лечить гипертонию, лечить вегетососудистую дистонию, и лечить повышенное количество холестерина в крови, нужно воздействовать на нервную систему, на центральную, на вегетативную, убрать влияние центральной нервной системы на центр сосудодвигательного центра, потихонечку уйдет давление, потихонечку уйдет вредный холестерин, он дойдет до уровня, который печень обычно регулирует, на стенках его не будет налипания, и все будет красиво. Таким образом, воздействие лекарственных травм, которые оказывают успокоительные действия, которые оказывают действие на холестерин, помогая ему раствориться и так далее, способствует уменьшению давления, способствует нормализации холестериновой крови. Таким образом, лекарственные растения помогают человеку восстановить нормальное состояние здоровья. Спасибо за внимание. С вами был доктор Усан.